Ольга Игоревна Бузова. Что первое приходит на ум? Малополовин, дом 2, слезы, разбитое сердце. Удивительно, но когда говоришь это все в одном предложении, складывается впечатление, что она глубоко несчастный человек. Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Julia F. И в этом видео мы попробуем ответить на вопрос, что такое стиль Ольга Бузова. Буквально недавно я публиковала подобный ролик о Елене Блиновской. И там некоторые из вас писали, что очень удивлены, что у меня очень мало подписчиков. Ну, начну с того, что я буквально месяц назад начала продвигать свой канал, работать над ним. Я стараюсь готовить что-то не банальное, не такое, как существует уже у многих других блогеров. Увы, но 90% моих зрителей не являются моими подписчиками. Поэтому, если вы хотите меня поддержать, то, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк этому видео перед его просмотром. Мне будет очень приятно. В свою очередь, я обещаю, что буду работать над собой и готовить действительно интересный контент для вас. Итак, кто такая Ольга Бузова, знают все. Мы знаем, что у нее очень экстравагантные наряды для ее клипов, шоу-программ, проектов. А как же Оля выглядит вне камер? Как она одевается в своей обычной жизни? Надеюсь, ее инстаграм поможет мне выявить какие-то ключевые моменты ее образов. И в конце этого видео мы сможем выявить конкретный ее стиль. Что могу сказать о ее страничке Я, так это то, что она славится своими тысячными сторис в день, используя инстамаски, которые деформируют лицо, а также она часто прибегает к демонстрации, скажем так, масонских знаков. Начну, пожалуй, с того, что вся ее страничка оформлена крайне ужасно. Вот практически все медийные личности не заморачиваются над своими аккаунтами, публикуют, что хотят, и когда им вздумается, а зачем париться, люди и так схавают. Слушайте, давайте попробуем в качестве эксперимента создать визуал контента для инстаграма Ольги Бузовой. Может быть, она настолько неординарная личность, что мне и не получится ничего внятного создать по всем канонам сегодняшней инстамоды. Как вам идея? Напишите в комментариях. Я знаю, что у Бузова есть свой бренд, точнее, линейка одежды, потому что все-таки брендом я называю одежду со своей конкретной концепцией, своей историей. А там все-таки речь идет об обычных таких костюмчиках, маечках с цитатами из ее песен, мерч на дому, так сказать. Но предпочтение она дает более брендовой одежде, и в своей ходит крайне редко. Так, полистав ее инстаграм, глаз очень быстро замыливается, потому что все пестрит. Оля очень медийный человек, и куда бы она ни пошла, ее сразу заметят, поэтому такие люди отдыхают либо дома под десятью замками, либо на дорогих курортах, где меньше народа. Поговаривают, что она выпивает. Я сама, кстати, видела в ее сториз, как она выглядит безобразно, у нее опухшее лицо было настолько, что щеки практически перекрывали глаза, да и тело было тоже таким достаточно опухшим. До сих пор я не в курсе, с чем был связан ее вот такой вот подобный вид, но на сегодня она в Минске, на X-Factor Беларусь, и мне знакомые сказали, что она выглядит как обычно, худая и ухоженная. Так что мы здесь не будем с вами обсуждать ее всякие зависимости, ее возможные проблемы со здоровьем, оставим это другим блогерам. Итак, что мы видим? Мы видим огромное количество фото в купальниках, фото с букетами цветов, снимки со странными позами, об этом мы поговорим чуть-чуть попозже, и с прогулок. Вот это огромное количество цветов. Нет, я и не завидую, мне даже неинтересно, кто все эти букеты дарит. Вопрос зачем? Зачем такое большое количество цветов страдает ради одной Оли? И вот назревает вопрос к нашей сегодняшней героине. Оль, может ты не ту специальность выбрала? Может тебе нужно было во флористы идти? Каждый день куча цветов. С курортов Бузова привозят огромное количество фотографий в купальниках. По купальникам тоже можно определить стиль в одежде, но мы этого делать не будем. По таким вот фотографиям можно понять сущность человека. Вот есть такие люди, которые публикуют очень откровенные позы, выпьете в пятую точку, приподняв на вдохе грудную клетку вверх. Есть люди, которые делятся обычными фотографиями с пляжа, а есть те, которые вообще такой контент не публикуют никогда, потому что приравнивают купальники к белью. Оля же не стесняется своего тела и демонстрирует нам это наглядно. Бывает, что она будто бы специально публикует фото со своей идеальной фигурой, но чтобы подчеркнуть какие-то изъяны, хайп одним словом. Вот фотография, на которой блики воды напоминают либо растяжки, либо целлюлит. Недалеко от фото в купальнике ушли непонятные позы кошечки во время брачного периода. Тут Оля пытается демонстрировать нам свою пластичность, соблазнительность. Она позиционирует себя как искреннюю добрую девочку и тем временем публикует достаточно пошлые фотографии. Ты целуй меня везде, 18 мне уже, вот как будто бы так. Когда смотришь такие фото порционно, в тот момент, когда Бузова делает публикации, то это не так бросается в глаза. Но когда изучаешь сразу весь ее аккаунт, складывается впечатление, что она себя продает. И да, не в хорошем смысле. Так что же находится между вот этими голыми фотографиями, где нам все откровенно показано, и образами для ее выступлений? Да, собственно, и ничего. Чем не импонирует Оля, так это тем, что она очень так много работает, прям впахивает, но если оценивать ее внешность, то она не тянет на супермодель. И если ей образы собирают нестилисты, то они больше напоминают стиль двухтысячных. А что такое стиль двухтысячных? Если очень быстро, гламурный барби стайл. Это всякие блестки, подертый деним, низкая посадка, маечки по фигуре, мини-юбки, короткие курточки. Определились. А теперь посмотрите на нашу Олю. Общая картина нам показывает какое-то сходство с этим стилем, да? Да ладно, мода меняется, что-то возвращается, скажете вы, да? Да, но когда мода возвращается, она все равно выглядит как-то по-новому. А тут складывается впечатление, что Оля обновляла свой гардероб именно в двухтысячных, и сейчас донашивает все эти вещи. Нет, не потому что вещи выглядят какими-то поношенными, старыми, там, с катышками. Я про то, что многие модели ее вещей неактуальны даже в прошедшем сезоне весна-лето 2022. А где в тренде был как раз-таки стиль нулевых. Мне жутко не нравятся ее эти подертые шорты. Выглядят они очень дешево. И в дополнении с маечками, с какими-то нелепыми принтами или надписями просто максимально скучно. Вот посмотрите на ее же образы в джинсах и майках, но другого формата. Что классические, что яркие джинсы просто без ничего, без вытертостей, надписей, стразиков прямые. Майка прямого кроя в случае с ярким низом подобрана в сочетаемых цветах, и она будто бы дополняет образ. Также необычный макияж. Точнее не макияж, а акцент над бровями с блестками. Образ выглядит завершенным и стильным. И еще один удачный образ. Джинсы классического голубого цвета с небольшими разрезами. Выглядят они интересно и стильно, так как разрезы небольшие, из них не вываливаются нитки. Тут майка графитового цвета с надписью из блесток. Но немаловажную роль играет и само значение надписи. Если была бы написана любовь или пусси, было бы гораздо прозаичнее. Майка широкая и завязана в узел, что додает образу изюминки. Ну и губы с темной помадой поддерживают общий концепт. И теперь я снова покажу разницу. Плохо, хорошо, плохо, хорошо. Далее мы можем наблюдать у Оли одежду, которую она явно приобретала не дороже, чем за 5 долларов. Мои насмотренности в фасонах и тканях дают понять, что на нашей Оли дешевые вещи. Вот эти платья из полиастера, ну или даже хлопка, но фасон такой простой, что выглядит очень скучно. А еще я заметила, что Бузова постоянно все одевает в облипончик. Вот как было популярно в моем детстве, в году так 2009. Станы дудочки, почти как колготы, трикотажные кофточки по фигуре, укороченная куртка, но высокие ботфорты. Образ, который идеально описывает вкус Оли. Обратите внимание на ее верхнюю одежду. Косухи и джинсовки максимально узкие, отчего смотрятся очень старомодными. И Оля в этом всем вместе с ними. Нелепые жилетки с меховыми колбасками, такие же шубы, куртки и пальто с меховыми старомодными капюшонами. Все это возвращает нас в далекие-далекие 2016-2017 годы. Также она очень любит делать акцент на свои длинные ноги. Для этого надевает что-то очень короткое снизу, а сверху подлиннее. Или лосины из матовой или лакированной кожи, создавая из ног что-то наподобие сосисочек. Я лично уже думала, что такое они носят, но увы. Что еще удлиняет ноги и делает саму Олю миниатюрнее, это узкие джинсы или те же леггинсы в сочетании с массивной обувью. И посмотрите, даже в брючном костюме она отдает предпочтение очень узким брюкам. Спортивный стиль также представляет нам Оля. Это ее более повседневные образы, где на ней меньше косметики или ее вовсе нет. И тут мы наблюдаем не только облипон уже, но и нормальный овер. Фото в пижаме на Новый год и ее стиль квартиры на фоне в одном из видео дают понять, что, возможно, она просто не видит разницы между тем, что красиво, и тем, что нет. Типа, если ей нужен стул, пошла в купила. Если ей понадобилась тюль, первую попавшуюся взяла. И неважно, будет ли она сочетаться с общим интерьером комнаты. Ну и в выборе одежды чувствуется вот все та же небрежность. Мне кажется, если бы наша Оля одевалась только в одной заре, хотя там тоже не всегда все идеально, но, допустим, там, да, то, скорее всего, она бы выглядела гораздо более модной и новее, что ли. Потому что там фасоны одежды меняются каждые две недели. По сравнению, наверное, с Олиным гардеробом, точнее, ее стилем в 10 лет. Знаете, я сейчас поняла, что есть два вида масс-маркета. Первый это по всем трендам и новым веяниям, а второй это одежда ради одежды. И второй, конечно же, всегда будет уступать первому своей старомодной простотой. Для демонстрации подобрала несколько фото, которые наглядно показывают нам свою старинность. И именно подобного стиля гардероб я обнаружила у Оли Бузовой. И хотела бы показать вам, как менялся стиль Оли Бузовой с момента начала ее карьеры до сегодняшнего дня. Вот как безвкусно она одевалась раньше. Ее наряды просто притягивали взгляды, ее постоянно критиковали. Образы также напоминают стиль двухтысячных, о которых я то и дело, что говорю в этом видео. И Оля сегодня. Смотрите, ну, очевидно, что в целом она стала выглядеть лучше, бренды некоторой одежды стали более знаменитыми, но по факту все как было, так и осталось. Еще раз. Вот Оля в прошлом, вот сейчас. Вот Оля раньше, вот Оля сегодня. От длинных ногтей, коротких курток и вот этих глянцевых лосин складывается впечатление ТП. Я уже слишком старая, не знаю, как на молодежном сейчас это называется. И кажется, что она вот разговаривает именно так. Девочки, знаете, где я сегодня была? Ах, хотя она так и разговаривает. Знаете, недавно публиковала видео о том, как одеваются француженки, и мне в комментариях очень много людей писало о том, что у нас в России так не ходят. Я даже какие-то комментарии удаляла. Но суть в том, что я не говорила в видео о России ничего конкретно. И вот на примере как раз-таки Оли Бузовой я хочу продемонстрировать, что у нее есть деньги для того, чтобы покупать брендовые вещи, но, увы, за эти же деньги невозможно купить вкус. И таких людей без внятного вкуса существует огромное количество. Так что одеваются. Еще как. Такой контраст между ее выходными нарядами и домашней одеждой. Такое ощущение, что она все деньги тратит на Гуччу, Луи Виттон, а для обычной жизни закупается на Али. Я уверена, что Оля добрый человек и далеко не дура, как они говорят. Она просто ищет себя. Она писала книгу, открывала кафе. Сейчас имеет отношение к одежде. Но даже посмотрев на ее вот этот Бузово дизайн, видно, очевидно, что нету вкуса. И если честно, я даже не знаю, кто эту одежду покупает. Встречают по одежке, и, как говорит одежда Бузова, она маленькая девочка, которая ищет себя. Ее стиль в одежде напоминает двухтысячное. И вообще, готовясь к этому видео, я постоянно напевала одну песню. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. You can brush my hair. I dress me everywhere. Очень жаль, что время идет, мода меняется, а стиль Бузовой нет. Просто раньше это выглядело еще более безвкусно, чем сейчас, из более дешевых вещей, чем сейчас. Но, увы, она покупает все те же подертые шорты и маечки с надписями или стразами, только более дорогие. Стиль Ольги Бузовой распознан. Barbie стиль из двухтысячных. На этом я завершаю свой обзор. Надеюсь, было интересно. А от вас буду ждать идеи, о ком следующем снять подобный обзор. Всем хорошего настроения, и пока-пока.